Значит, о чем пойдет сегодня речь? Как просят уже рассказывать о новости холодного ядерного синтеза? У нас это пятая часть как бы. Наверное, я об них тоже буду рассказывать. Но с другой стороны, хотелось бы обсудить достаточно интересную ситуацию, которая сейчас складывается именно на этом рынке, на рынке, да? В качестве темы для философии науки. Речь идет о статье некоторого господина с фамилией Цена, то есть Прайс его зовут. Вот и философ из, значит, откуда-то Калифорнии. Вот такая вот история. Значит, по загадочным причинам на сегодняшний день все, что связано с холодным ядерным синтезом, проходит под знаком имени Андрея Росси. Ну, вот по его реактору. Почему? Потому что, судя по всему, ему первому, кому удалось сделать на сегодняшний день, значит, ситуацию с первым промышленным реактором. Может, не совсем промышленным, а опытным промышленным? Ну, с опытным промышленным, да. То есть, это тот, который действительно вырабатывает тепло в очень больших количествах. То есть, по крайней мере, в районе... У него в контейнере там сделанная, по его утверждению, мегаваттная установка. С одной стороны... Это доказано, что это не туфта, а что это не обман? Ну, вот сейчас мы об этом поговорим. Туфта — это обман или не обман. Значит, какова его ситуация на сегодняшний день? Ну, получилось. Мы помним, что вот этот эксперимент Лугана, про который я рассказывал, Лугановский эксперимент, когда порядка 20 различных профессоров, в основном из Швеции, Италии и других стран, проводили эксперимент, им была дана установка РОСИ просто в качестве одного батареи. То есть, там несколько грамм некого топлива, в основе которого уже лежал литий, в количестве чуть-чуть более грамма, алюминий гидрид лития и никель. И еще так всякое прочее. Эта установка там работала в течение достаточно длительного времени. То есть, по-моему, я уже забыл, порядка около месяца. И после этого она наработала дикое количество тепла. И его измеряли, там произошли заметные изотопные сдвиги. Ну, в частности, весь литий-7 куда-то делся, и вместо него появился литий-6. И так далее. Проходили изотопные сдвиги, связанные с никелем и всем прочим, прочим, прочим. Но, с одной стороны, это было давно. Эта установка работала практически два года назад, а отчет состоялся в октябре аж 2014 года. Чем Андрей Росси занимался все это время? Значит, занимался он следующей вещью. С некой компанией, принадлежащей некому гражданину Дардену, по-моему, гражданин США из Калифорнии, был подписан контракт. Этот контракт на сегодняшний день у меня есть на английском языке, что очень жалко, потому что, казалось бы, он должен быть и на русском, поскольку он был подчинен исторически Воронежскому арбитражу, да? Или какого-нибудь еще. На английском языке. И по этому контракту эта фирма должна выплатить Андреа Росси деньги четырьмя этапами. Первый этап. Сразу же при заключении полтора миллиона долларов. Потом 10-10 миллионов долларов, после суточного теста, когда она будет подтверждена. И после этого еще восемьдесят восемь с половиной долларов, миллионов долларов, то есть в сумме сто получается, да? Сто долларов, если он докажет, что эта установка работает в течение года. Да, и он в течение года должен эту установку запустить. И ее коэффициент полезного действия будет не меньше шести. После шести. Шести? Ну, шестикатная будет. То есть на один затраченный единицу энергии из электросети будет получено шесть единиц тепла. Вот такая вот эта самая ситуация. Кроме того, значит, появилась и после этого эти установки продаются, и Россия имеет с каждой установкой пять процентов. До той поры, пока ее сумма не составит один миллиард долларов. То есть Россия со всего этого должен иметь порядка одного миллиарда долларов, тоже с копейками, со ста миллионов. Одиннадцать с половиной миллионов с этого дела он уже получил. В общем, вот так. По каким-то ряду проволочек Росси начал этот эксперимент, судя по всему, в начале пятнадцатого года. Ему давалось на это четыреста дней. То есть это был опять контейнер. Где-то он в Калифорнии стоял, никто не знает где точно. Где-то он стоит. В нем четыре блока по 250 киловатт. Во всех этих блоках какая-то немного отличающая технология. То есть другой состав топлива или что-либо еще. И они вырабатывали тепло. Непонятно, куда они вырабатывали. Просто рассеивали его во Вселенную. Или просто, ну, по крайней мере, оно измерялось. Или действительно от него была хоть какая-то польза. И вот она, установка, работала. За это время три блока работали без единой ошибки. А в то время как один из блоков четырежды приходилось остановить. По каким-то разницам я говорю, что все блоки разные. После этого, значит, установка поработала 352 дня. И в феврале 2016 года она была установлена. Во время этой установки там были эксперты от индустриального тепла. Люди, два человека. Ну, был сам РОССИ. И был привлечен независимый эксперт. Специалист по сертификации всевозможных ядерных установок. Тоже итальянец. И он там при этом существовал. Значит, 29 марта, то есть уже месяц назад, заключение этого независимого эксперта было получено. В открытом доступе оно отсутствует. По ней получается, что установка выработала не меньше шестикратного количества тепла на затраченной электроэнергии. Но были иногда у нее периоды, когда она выработала больше 50 раз. То есть ты берешь там ватт электрической мощности, потребляешь. И после этого у тебя 50 ватт тепла такая получается. Но, казалось бы, все должно быть прекрасно и хорошо, но все это кончилось остановкой своей деятельности и судебным иском. Леонардо Корпорейшн, то есть которая, это фирма, собственно, Андреа Росси, подала на индустриальное тепло, значит, и на Дардена лично, суд в Калифорнийский. Да, не воронежский суд, а почему-то какой-то калифорнийский суд. Или во-флородский, я не помню. Итак, снова о судах. Значит, и подали. Леонардо Корпорейшн подала на индустриальное тепло, значит, в суд по той простой причине, что оно прихватило их интеллектуальную собственность и тем самым отказывается оплачивать вот эти 88, да, 88 с половиной миллионов долларов. В связи с этим все остановилось. По соглашению никаких данных они пока до этого суда разглашать не могут. Вот такая вот интересная картинка у нас нарисовалась. Было первоначальное, я напомню, вся эта история тянется с 2011 года. Речь идет о том, что существует какая-то промышленная установка с большим количеством выдачи тепла и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас перешло. В связи с этим был доклад Рости на специальной конференции о свободной энергии. По-моему, на ее месяц был назначен, но потом получилось так, что в связи с этим судом, это значит, ситуация отменена. Со своей индустриальной хар, то есть индустриальное тепло, опять и Дарбен распространили собственный прелиз, по которому они говорят, что заявленных параметров на установке забиться не удалось. И по этой простой причине они эти деньги не выплачивают. Вопрос встает, есть ли у этой венчурной компании подобного рода деньги. Ну, ровно таких денег нету, хотя некую первоначальную, они вроде бы получили 50 миллионов долларов от британского правительства и подписали контракт с китайцами на получение другого транша еще на 200 миллионов долларов. И это все как бы вот так затянулось. Ну, сразу же опять выужили всевозможные рода противники, которые утверждают, что Роси просто-напросто мошенник. Ну, как мошенник? Ну, вот представьте себе ситуацию. Говорили ее когда-то в начале. Ждали результата независимой экспертизы. Заместитель директора радиоинститута, когда изотопный сдвиг вот этот появился, такой заметный, ну, там по всем элементам, сказал, что Роси мошенник, он подбрасывает это дело из рукава. Ну, подошел там, другой набор изотопов накидал, глупые шведы взяли и все это дело померили, нам про это рассказали. В общем, ну, я хочу заметить один фундаментальная вещь. То есть, тогда было впервые раскрыто, что у нас там алюмино-гидриды лития существуют. После этого, практически сразу же, в течение двух месяцев, первым вот наш замечательный российский ученый Александр Пахомов повторил эту самую реплику. У нас об этом есть большое не видео, а просто запись, где я беру репрезентацию Пахомова и ее комментирую просто-напросто. И она получила большое распространение в сети, я думаю, где-то 50-60 тысяч просмотров всего на разных каналах вот этот ролик наш имел успех какой-то. Вот. Это как бы, то есть, человек раскрыл некоторые данные собственной кухни, и это некоторые данные собственной кухни привело в то, что появились всевозможного рода реплики. Я напомню, что один из важнейших требований к любой научной деятельности в том, что любые установки, то есть, эксперименты могут быть воспроизведены независимыми учеными. И вот независимыми учеными воспроизведены почему-то, как ни странно, в первую очередь в России. После этого, где-то год назад, группа МГУ, значит, у Пахомова, значит, мерилось электричество, которое подходит к этому, к этой трубочке с набором никеля и алюмина-гидриды, да, и она нагревалась, и после этого вода просто выпаривалась. Человек поставил этот эксперимент у себя на кухне. Просто стояла ведерко, и в нем выпаривалась вода. После того, как они сравнивались, выяснялось, что с точки зрения потребляемого вещества оказалось, что выделенная энергия просто чудовищная, а с другой стороны, это был простой и эффективный способ померить выделенное тепло. МГУшная группа, но они, к сожалению, работали только днем, а на ночь почему-то установку они вырушили. Мы говорили, что не было технических средств. Они в проточной воде просто стояли, ну, просто мерили температуру воды на входе и на выходе, и измеряли точно так же. Им тоже удалось достигнуть КПД порядка 200%, то есть у них больше всего этого дела, больше всего тепла выходило, и тоже оно было в очень больших количествах. И после этого были всевозможные другие сообщения, которым не особо следует доверять. Ну, в первую очередь, китайское сообщение. В конце концов, мемориал Флешмана и Понса ухитрились получить тоже какой-то плюс, хотя очень небольшой. Это группа-группа людей. Вот, такова, значит, у нас история. На сегодняшний день мы можем утверждать, что существует целый набор реплик, где результаты Росити, которые он раскрыл во время Луганского теста, значит, они надежным образом воспроизведены. Хотя... Она была из керамики вокруг, которой намотана проволока. В его случае она была намотана тройная, то есть там был трехвазный ток. Она этим током нагревается. И она начинает что-либо там нагревать. То есть в тесте Луган она просто лежала на порох, такая небольшая трубочка, и после этого она излучала и нагревала воздух. А тут же стояли всевозможные рода датчики, группы экспериментаторов, которые, в свою очередь, все эти, значит, вещи, данные с нее снимали. То есть ее мерили, ее излучающую способность и то, как она нагревала воздух. После этого это дело все суммировалось и показывалось. И точно так же мерили все электричество, которое подведено к вот этой самой трубочке. Нагревала воздух? Воздух. Воздух. Было излучение и воздух. В случае порохового просто кипятили воду. Лежала такая трубочка, лежала в ведре, грубо говоря. В случае МГУшной группы была проточная вода. Измеряли температуру на входе и выходе. Ну, простой способ. Сколько ты воды нагрел, столько и получилось. Плюс стояла целая батарея всевозможных устройств, которые пытались зафиксировать какое-то излучение. Ну, если там действительно идет ядерная реакция, то она должна сопровождаться каким-то излучением. Либо, ну, за исключением нитрина, которую они поймают, да? За это должно. Либо гамма, либо альфа, либо бета. Ничего подобного не было. Хотя бы люди измеряло... Флэшмана, они когда-то, у них был у кого-то в команде гамма-дозиметр, когда-то был. И они говорили, что Росси находился в другой комнате, и у них на дозиметре иногда были резкие всплески. Ну, быть может. Другие испытатели пытались создать такие реплики, видели трехкратное превышение гамма над основным фоном. Но трехкратное превышение гамма над основным фоном это немного. Вот такие вот эти самые штуки. Но это не страшно. Вот. Здесь есть большое количество вещей. С одной стороны, мы видим, что Росси работает не как ученые, а как инженеры-предприниматели. То есть он честно пытается заработать свой миллиард. Не раскрывая этих данных, после всего прочего. Всем остальным. То есть не предоставляя установку в общий доступ. То есть пытается этот миллиард свой получить. С другой стороны, мы видим странную позицию противников. Она действительно очень странная позиция противников. Потому что я еще раз повторяю, что есть ситуация, когда какой-то эксперимент должен быть повторен независимой группой. Ну, так он повторен. Возьмите знаменитый бозон Хиггса. Кем он повторен? Какой второй группой? Это на уникальной установке, которая немного поработала, потом ее опять закрыли. И там был какой-то эксперимент, где чего-то такое увидели. Но есть какая-то особая достоверность. Где здесь повторяемость? Где здесь независимая проверка? Тем не менее, за бозоны Хиггса дают Нобелевскую премию уже практически сразу же. То есть через год. Вот такая. Кто его подтвердил? Его невозможно подтвердить. Это недостоверность научной точки зрения фан. И тем не менее, он является научным. А факт, который здесь повторен независимыми группами исследователей, научным не объявляется. Можно я скажу, что такое научное и что такое ненаучное? Да. Я прослушал заседание, посвященное тому, как Саша Балдачок пытался доказать, что математика удовлетворяет критерии Поппера. Да. Было такое заседание. Да. Мне, честно говоря, было очень смешно, поскольку сам Критерий Поппер, он не выдерживает критики. Еще такое наука. Наука это тогда, когда эксперимент, когда экспериментатор ставит эксперимент таким образом, что в любом его исходе он может объяснить результат. Вот на самом деле наука вот так вот развивается. Если у тебя есть какая-то научная парадигма, ты работаешь в русле этой научной парадигмы и ставишь эксперименты таким образом, что с помощью этой научной, в рамках этой научной парадигмы ты можешь объяснить результаты в любом случае. Я с этим не согласен. Совершенно непонятный исход и непонятный исход. Я с этим не согласен. Как раз цель настоящей науки состоит в таких вещах найти, которые ты объяснить не можешь. Ну вот так прогрессов. Я рассказываю, как развивается наука. Ну хорошо. А другого просто ничего не будет. Другое дело, что ты можешь выдвинуть альтернативную точку зрения на научное знание и представить свою парадигму. И поставить эксперимент, убеждающий людей в правильности именно такой точки зрения. Но это чрезвычайно редко происходит. А на самом деле наука развивается именно так. Я могу привести массу примеров из реальной науки, в том числе и своей деятельности. Если человек делает вот такого рода эксперименты, вот как ты описываешь, которые в принципе нельзя объяснить, то он всю жизнь будет этим заниматься. И в конце концов, ну, всю жизнь вот так вот умрет. Значит, продолжаем, да? Значит, я начал с обсуждения работы Прайса, которая адресуется тому, к чему адресуются все. Значит, это книжка Куна «Структура научных революций». Он там, Кун говорит там о так называемых научной революции и о нормальной науке. Нормальная наука – это когда у тебя есть готовая некая парадигма, и ты в этой готовой некой парадигме обсуждаешь и решаешь задачки так, как это принято. Потом происходит научный парадигм, смена научной парадигмы, резко скачков. И оказывается, те задачки, которые ты раньше не мог решить, теперь ты решаешь. Но с другой стороны, те задачки, которые ты решал, ты после этого перестаешь решать. И вот такая вот эта странная вещь. Прайс почему заинтересовался с точки зрения вот этой структуры научных революций? Дай мне секундочку. Но после Куна была катус, да? Да. И концепция конкуренции научных программ. Да. И я не знаю, как это можно пересекровать. Тем более человек, который занимался реальной наукой, представляет, что наука развивается именно так. Конкуренция научных программ. Да, конечно. Или конкуренция парадигмы, или так далее. Но эта парадигма должна быть. Да. И вот, оказывается, с его точки зрения, он в свое время, где-то в 11-м году, тогда было два шумных эксперимента. В первых, это презентация установки РОСИ. А в вторых, это была сверхсветлаковая скорость нейтрина. И мы видели, с одной стороны, что сверхсветлаков говорит он. Ему показалось, что как-то очень странно получается. Что нейтрина, как бы, тоже это был эффект. Он полагал, что он не сбудется, потому что он отрицает некие основополагающиеся постулаты современной физики. Нет, на фиге ничего не отрицает. Просто они измерили координатную скорость, которая может быть сколько-то больше скорости. Ну, хорошо. Кончилось тем, что решили, что у них где-то контакт барахлил. Контакт этот сделали, исправили, опять померили. У них ничего не изменилось. Ну, то есть, скорость не оказалась сверхсветовой, с одной стороны. А с другой стороны, руководство предыдущего проекта все подало в отставку. Сказали, что они были правы, а не правы те, которые их опровергают. Но с другой стороны, по поводу нейтрина, мы знаем этот эксперимент. Я, когда обсуждали нейтрина, о нем говорил, что когда у нас было сверхновое, 23 февраля года, то нейтриный поток пришел раньше, чем световой фронт. Такой был факт. Ну, вот, Прайс вот эту самую, значит, вещь и обсуждает. А с другой стороны, есть холодный ядерный синтез, который ничему не противоречит. Ни в коем случае. Никак. Он, значит, ни в коем случае. Но с другой стороны, именно он вызвал большое количество всевозможного рода противодействия. Вот сущность этого противодействия я и предлагаю сегодня обсудить. Вот это наше, как бы, все-таки мы не только физику обсуждаем, но мы обсуждаем еще и ситуацию, связанную с философией науки и техники. Ну, в самом деле. Почему так получилось, что когда в 89-м году флешмэн и понс на пресс-конференции обнаружили свои замечательные данные своего эксперимента, после этого возникло громадное количество его подтверждений. Ну, в Дубне была проведена конференция, где выступило несколько десятков групп, которые рассказали, что они подтвердили его. Вот у нас видео есть на сайте, где мне прислали ссылку на работу Фортова в группе трех соавторов, которые они эксперимент флешмэн и понса подтвердили. Существовали большое количество других данных. Ну, в первую очередь, атаковка, диетарио, льда, всевозможные плазменные установки и все прочее и прочее. Но Фортов уже отказался? Нет, Фортов не отказался. Ну, Фортов был потом в качестве формальных гонителей идеи холодного термояда. Потому что вначале, я знаю от людей, которые тогда занимались в 90-е годы холодным термоядом, он людям сильно помог. Ну, помог какое-то оборудование достать, еще чего-то достать Фортов. Но после того, как выступила комиссия по лженауке и объявила это дело лженаукой, у нас это все замазали дегтем, да? Дегтем так замазали. После этого оказалось, что такая вода, что после этого и Фортов не сказал ни слова в защиту, и после этого идею холодных ядерных реакций, у нас в России начали интенсивно гонабить. Тем более, что два основных академика, которые к этому имели отношение, они как бы умерли к тому времени. Это очень как бы интересно. Вот Прайс говорит у себя, что по всей видимости, именно точка холодного термояда, она, значит, и нащупала некую болезненную позицию внутри самой структуры науки, то есть либо научного сообщества, либо структуры науки. Именно здесь сходятся какого-то рода интересы. Почему? Когда комиссия по энергетике провела два эксперимента. Эти два эксперимента после фолешмена японства сказано, что нейтронного излучения нету при электронизе дегтерио-воды на паладьевых электронах. Вот они это заявили. После этого было запрещено всевозможным американским государственным и полугосударственным фирмам заниматься подобного рода проблемами. Что за странная инквизиция? Всего два эксперимента. У нас или у них? У них. Наши позже это сделали. Вообще говоря, у них, как замечательный Дмитрий Фадеев, большевизм гораздо более распространен, чем у нас. То есть у них это очень просто. Если тебе говорят, что этим заниматься не надо, то ты этим не будешь заниматься. Почему? Потому что все же у них построено на финансировании, на каких-то физических репрессиях. Тебя просто никуда не возьмут. Ты уже станешь никем. Ты потеряешь собственную профессию. Ты не сможешь заниматься наукой, ничем, ничем любым еще. Ты превратишься в маргиналы. Вот МакКобрый потом показывал, которым этим делом занимался, что они просто недогидрировали на тот момент Палладий, что у них уровень гидрирования, то есть количество атомов водорода, приходящихся на один атом Палладия, составляло всего 0,5. В то время как этого явно недостаточно. Но с другой стороны, я хотел об этом сегодня рассказывать, но не подготовился. В это же время проведено было большое количество в Бомбейском институте ядерных исследований в Бомбее и индусами. У них там такой замечательный институт, там 3,5 тысячи высококвалифицированных исследователей, 70 лабораторий, все собраны в одном месте, и там полный спектр всевозможного рода ядерных исследований. И они поставили там сразу же несколько групп, по-моему, 12 даже было, поставили эксперимент разный на титановых катодах, на Палладии и на всем прочем. И показали, что нейтронное излучение, оно может быть присутствует, но оно не является нормальным. То есть самое главное, то, что там происходит, то, что этого никто не мерил, это аномальное получение третья. Третья уже негде взяться. И оказалось, что если мы работаем на стоящей парадигме, когда у нас есть горячий термояд, то у нас третья и гелия-3 образуются примерно в одинаковых количествах. То есть есть два равноправных канала. Один канал – это когда у тебя вылетает протон, и один канал – когда у тебя вылетает нейтрон. Оказалось, что при реакции Флешмана-Понса все не так. И оказалось, что в 10-7, 10-9 раз канал, связанный с вылетом протона и одновременным образованием третья, более активно себя ведет, чем канал, связанный с образованием гелия-3 и вылетом нейтрона. Вот такая вот эта вещь. Но после этого было еще поставлено большое количество экспериментов, в первую очередь в Томском университете под руководством Черного, когда было показано, что одновременно с этим на электродах идут аномальные преобразования изотопного состава. Ну вот, например, если у тебя есть 5 изотопов никеля, то получается, что средний по серединке уменьшается, а остальные возрастают в процентном отношении. Такая же ситуация дождала и Титан, и все прочее. Это вот работа Черного, и я тоже ее в одном месте у нас себе обсуждаю. Вот, это, то есть десятки групп. А вы не здесь огромные? Да, конечно. И сами им строят, и так далее, и так далее. Вот наши им хотят сейчас построить. Одна из сильнейших на сегодняшний день научных держав. На сегодняшний день. И это удивительно, потому что, как мы знаем, что там значительная часть народа живет в трущобах, и при этом у них весьма замечательная передовая физика, биология, медицина, которая, ну там, превосходит нашу раз в сто, наверное, да? Источники углеводородов есть? Почему? Ну, у них есть источники углеводородов? Ну, у них всего есть. Нет, у них может и есть, но только они не носят промышленный характер. Так когда... Не, не такие большие. И энергия им нужна очень сильно. Почему они не развивают ниже? Никто не запрещает. Вот. Это тоже ситуация. То есть, либо культурная доминация США настолько велика, что у них этот процент тоже закрыли. Я эту статью собирался рассказывать, а за это время появилась и другая статья. Если бы индейцы взяли, так сказать, это самое в свои руки инициативу, то они... Ну, вот тем не менее, тем не менее, это направление точно так же было закрыто, и сейчас в связи с работами в Росси, оно оказалось снова актуализировано. Поэтому работы в Росси, они носят такой критический характер. Если вот эта самая ситуация с работой в Росси, окажется что-то там не так, наверняка окажется там что-то не так. Ну, потому что тянется, суды идут, вот всякая-то вещь. Интеллектуальная собственность, то это опять отбросит исследования по ЛЕН-реакциям и по реакциям холодного ядерного синтеза на неопределенное место. То есть, такое ощущение, что есть некая враждебная среда, которая ждет малейшего ошибки, малейшей погрешности. Ну... Это же не наука. Что? Они могут объяснить свой результат? Есть еще парадигмы, не могут. А? Не могут. Значит, это не наука. Можно я приведу один пример? Давайте. Вот. Значит, торможение и прочее. Есть такой, уже, можно сказать, классический пример. Это открытие транспазонов Барбары Макринта. Значит, я не помню точно, но это конец она начала заниматься где-то в конце 40-х, в начале 50-х годов. Этой проблемой. Она занималась генетикой биротражей. И вдруг у нее какая-то фигня начинает получаться. Вот такая же фигня, как у меня в начале своей научной деятельности. Вот. Ну, вот я не понимал, что такое наука, я лично. И делал разные интересные эксперименты, которые мне были интересны. Казалось бы, очень круто все это так, да? Но я не мог их объяснить. Вот. А у нас в лаборатории был один человек, очень большой эрудит, вот такой, всякий роман, собственно, не парся, вот это главное, мне четкий эксперимент, вот ты намерь, а я тебе объясню. Понимаешь, да? Ну, он очень много знал. Он о тем сломался. Ну, казалось бы, но я потом понял, что это неправильный путь. Да? Так вот, я возвращаюсь к Барбаре. Так она же объяснила все это дело. Барбаре. Домишку премию получила. Она получила премию примерно через 20 лет. Да. После того, да, и вот, представляешь, вот женщина, которая сидит в лаборатории, ей платят деньги, заплату, она вот бегает в чашку и показывает, вот, 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 да? Она не может объяснить, что у нее получается. Это длилось там больше не 10 лет, а через 20 лет она получила эту премию. Вот ее работа, чего-то такое в науку, в конце концов, принесла, вот я утверждаю, что практически нет. Почему? А потому что все это было объяснено наукой реальной. Вот люди делали, через 20 лет, значит, пошла молекулярная генетика в процессе на микроорганизмах, пошла развиваться, все фундаментальные науки были, результаты были получены в течение, там, примерно 20 лет, там, с 50-х до середины 70-х, да, вот в молекулярной генетике в том числе были открыты транспозоны. Да. И потом эти результаты прекрасно уже вернулись, или она сама объяснила, и так далее, да. Но то, что она занималась, это была не наука. Почему? Ну, какие-то результаты были. Ну, а человек, который может объяснить, как в Киеве Линкольне с открывшейся от проводимости, это что, не наука, что ли? Да. А скажем, когда открылась от проводимости, это что, была не наука, что ли? Это же объяснили. Ну, когда, через 50 лет. В 57-м году. Через 50 лет объяснили. В 2011-м. А сейчас точно так, что ядерная физика, она не... Естественно, да, это не чтобы были подающие из... Нет, это была нормальная штука. А что, современная ядерная физика, она не наука, наука. Но при этом две фундаментальные вещи, это спектр возбуждений любого ядра и момент мы тоже не можем объяснить. Не можем. Я это делаю, конечно, было слишком категоричным, называя это не наукой, да. Но вот мы же говорим об особенности научных исследований. Вот есть такие вещи, да. Их объяснение, как правило, всегда потом приходит. Да, и казалось бы, с моей точки зрения, дело настоящего ученого, искать такие эксперименты, находить такие штуки, которые использующая научная парадигма, объяснить не может, потому что это условие прогресса. Это условие любого прогресса. Условие, вот значит... Это вот, с точки зрения Коны, это является причиной научных революций. а не нормальной наукой. Нормальная наука, она живет таким образом, что у ней есть некая парадигма, и она все, что есть, она из-за этой парадигмы объясняет. Нормальная наука, нормальные люди, которые живут, работают, получают зарплату, конкурируют между собой этими самыми научными парадигмами, или научными программами, как называют лактатус. По-моему, он очень расписывал это все в местных жизнях. лактатусу. Да? Вот. Ну, если... Вот у тебя есть научная программа какая-то, но ты не можешь объяснить. Ну... И вот это хорошо. Что толку? И это хорошо. И это как раз... Наша цель... Наша цель-то вот... Так очень может быть, что это не ты объяснишь, а другие объяснишь, которые работают в русле... Этот парень-то, который сверхпроводимость-то, который нашел, он дожил до объяснения-то? Дожил до объяснения-то? Я не знаю. Я тебя тоже не знаю. Нет, ну вот еще раз возвращаюсь к этим транспозам. Да. Ну вот там поверили бы ей все, считали бы ее нормально, и бегали бы вокруг нее, и вот так болтыхались бы 20 лет. Поскольку до того, как молекулярная генетика не осуществляла прорыв на этих самых флагах бактериях, да, ничего бы этого все равно не было. Ну, чисто методологически, да. Понимаешь? Если бы она не открыла, не открыла этот пол, тогда могли вообще не дойти до этих парень. Почему? Я не знаю. Откуда взялись парень? Они взялись оттуда же, что кто-то где-то когда-то открыл. Ну вот точно. Это вообще достаточно… Но если вы не в курсе, не надо вот… Достаточно важно. Вот, например… Тот же самый… Та же Фьюрина, где открыли что-то, непонятно. Какая это… Вот точно так же. Вот Капице удалось добиться выпуска Ландау из тюрьмы под предлогом того, что он объяснит явление сверхтекучести. Вот ему лично удалось Иосифу Лиссарионовичу это… Уговорить на это дело. Ну точно так же. Нельзя же сказать, что Капице был не ученым. То есть теория сверхтекучести, она была объяснена гораздо позже его революционных экспериментов. Хотя все получилось. Капице позже, там практически… 20 лет. Какие 20 лет? Он открыл его в 44-м, а объяснена в 47-м. Нет, подожди. Он открыл его в 30-х, нет? Нет, нет. Во время войны открыл. Тогда, значит, я не прав. Ну вот, хорошо. Ну вот, такова вот эта самая ситуация. И на каждом шагу… У нас вот есть замечательный эффект, например, эффект Мескбаура. На нем всевозможные датчики строят. Чего на нем только не делают. Но физическая теория его отсутствует. То есть есть инженерно-повторяемые решения, которые можно повторять, реализуются в разных приборах, устройствах, а террористическом основании… Да, нет. А есть некоторые слова такие… Ну, некоторые есть заклинания, понимаете, которые его сопровождают. Но они… Вот есть же и по поводу аномальных магнитных моментов ядер и его спектра, тоже есть некие заклинания. Они его… Тоже их произносят и чего-то делают. Но отсутствует при этом реальная какая-то вменяемость. Нет ее. То есть есть некоторые слова. Ну, там, про Месбаевская изотопа. Чем я еще раз напомню? Это ситуация она была. Ну вот, мы гамма ей взяли, посветили. Вот летит у нас гамма какая-то. Вот. Фотон, да? Как бы считается. Он попадает в ядро. Поскольку гамма-энергия у нее большая, то это ядро испытывает отдачу. А сама гамма, она рассеивается. И у нас получается, что у нас частота вот здесь была один, а здесь два. Она должна измениться. И это должно быть всегда. Ну просто. Один мячик кидаешь, другой мячик. И у тебя, соответственно, ядро испытывает отдачу. И всегда, поскольку у нас есть соотношение ашню для энергии. Для энергии. Ашню. То таким образом у нас получается, что ядро испытывает всегда отдачу. Ну и все обычные вещества ведут себя так. А на самом деле, есть некоторые, например, 57-й изотоп железа. Их тоже много. Штук 300, наверное. Или 200 этих мяцбаровских изотоп. Которые подобного рода отдачу почему-то не испытывают. Какие люди говорят при этом слова? Потому что все ядро, говорят, они здесь связаны между собой. И мы тогда стреляем по всей решетке в целом, а не по нему. А почему здесь они связаны? А почему для других изотопов они не связаны? Или что, реально думаете, что когда корову кормят вот этим 57-мым изотопом железа, чтобы проверить, как у них изотоп делается? Они там где-то какую-то кристаллическую структуру у них внутри устраиваются? Создаются? Нет. Там эти атомы, судя по всему, имеют где-то в соответствующих белках, или где-то еще просто какие-то единичные локации. Тем не менее, мы это видим. Мы все это, зная, знаем. И мы это используем, в том числе для изучения пищеварения, или метаболизма коров, или кто-либо еще. Но слова по поводу того, что импульс передается всей решетке, это есть некоторые заклинания, которые в действительности не имеют никакого отношения. Я думал, что и насчет холодного синтеза можно какому-то сказать. Я сам специалист тоже хотел сегодня рассказать, об этом не расскажу сегодня. Какие-то слова заклинания. Да, да, да. Если построят паровоз. Да, вот это Прайсик говорит. Прайсик говорит, что почему, в отличие от нейтрино, которое летит выше скорости света, это ничто ничему не противоречит. Какие-то слова эти можно сказать. Но, тем не менее, здесь есть мощное сопротивление. От чего оно связано? Мафия горячего термояда? Может быть. Неужели она настолько влиятельна, что позволяет ликвидировать это все? Ликвидировать все научные средства? А может быть, это уже из области конспирологии, конечно, что... Нефтяная мафия. Нет, нет, нет. Допустим, хотят это задушить как бы, да, а самим-то, на самом деле, потом, ну, может быть, те же США, использовать это. То есть, чтобы в других странах это не развивалось никогда. Нет, просто здесь что-то. Какая-то прология, которая... А почему нет? Нет. Конечно, она имеет место, вместо того, но налогу трудно остановить столько держав, которые могут проводить эти эксперименты, в которых есть необходимые и научные, и... И ведь... И ведь... И ведь проводили. И ведь проводили. Кто... Полностью отказался. Ну, люди потом сделали... Итальянцы очень много в этом смысле работали. То есть, они казались устойчивы. Кроме того, Toyota создала Toyota Research Center специально. Там проводились. Там делали... Не помню уже, какие там получали химические элементы новые. На тонких пленках, на сложных. Они брали и получали то, чего не было. Всякие. Не помню, что. У меня где-то статья лежит на английском, но она до сих пор не переведена. Вот. Таковы, значит, всякие вещи. Ну, у нас понятно, почему загубили все это дело. Ну, просто способ не выдавать деньги на эти исследования. Ну, вот... Сергей Алексеевич Светков, он сейчас ко многим обращается, потому что деньги-то небольшие. Давайте сделаем что-нибудь там такое. А им еще обрезали бюджет. Мы знаем, что сейчас у Академии наук общий бюджет меньше, чем у Государственной Думы, да? Знаешь, да? У Государственной Думы больше бюджет, чем у всей Академии наук. Это мы тоже знакомы? Для аппарата. У аппарата Государственной Думы больше бюджет, чем у всей Академии наук. Для откуда давно? Ну, вот такие вот. Ну, из бюджета Российской Федерации. Откуда-то достали, да. Вон там действительно большой руч. Ну, там доход 450 депутатов, куча помощников, аппарат, там еще чего-то. Ну, что в Академии, жена по СБшнике зарабатывает больше всех. Ну, вот. Такая ситуация. И люди, конечно, свою полянку охраняют, потому что у них есть направление исследований, от которых они кормятся. Им важно это дело воспроизвести. То есть вы его... Нет, ну а философский-то вывод какой? Какой? А никакого у нас вывода. Ну, я бы симулировал так, что наши представления о науке, они тоже загнуты в какие-то рамки, вот такие, да, которые нам диктуют очень узкие представления. Да. Ну, вот можно представить? Ну, я хочу... Мало лет 40-50 назад, какие были представления о науке в Советском Союзе? Ты же помни, там, эти горящие глаза там? Да, 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 да. И потом уже, уже в 70-х, уже глаза не горели ни у кого. Уже все отгорело. Горели они у этих, у школьников из физмат-школ. Они поступали в университет с горящими глазами. После этого эти глаза тушили. Уже быстро. Да, я понимаю, что вот, когда я уже, сказать... Уже тушили уже. У меня такие были впечатления о том, что мне повредило в жизни. Вот фильм 9 не одного года, конечно. А, нет, еще и тот образовывал этот роман. Угу. Уже такая греха. Вообще, шучу. Да, не знаю. Повредило или вдохновило? Ну, повредило, конечно. А мне, мне, мне нравился этот роман. Я его даже пытался лет 10 назад перечитывать, но не смог. Никто не смог. А смысл, да, тем же противникам этого холодного корма, зачем запрещать, если можно возглавить? Да. Проще возглавить? Да. И у нас это, и у нас это, и у нас это, и это дело, говорят, в Академии Нук, до той поры пока не вышел на пенсию, это передали Евгению Велихову. Чтобы он нас дело сдушил в этих, в объектех. Но он сейчас ушел полностью даже с поста президента Дублинского института. Вот, такова ситуация. Потому что я еще хочу сказать, что никто так много не сделал, на самом деле, для катастрофы физики в России, как Евгений Велихов, конечно. Это вот горячий термояд, который непрерывно обещается, обещается, что он через два года точно будет. И так продолжается 70 лет непрерывно, вот этих обещаний, куда жрутся все ресурсы. И после этого уже у руководителей к науке возникает некое скептическое отношение. Почему? Потому что все, мы обещаем вам бесплатный океан энергии, все туда, бах, 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 сотрудники туда, все сюда. И это никуда уходит. Ничего, ни новых результатов, ничего. Притом, есть полное ощущение, что Велихов в 70-е годы уже точно знал, что это идея горячего термояд, атака матчного, неосуществима. Он понимал, он не мог этого не понимать. А штаты чем хуже? Точно так же. Вторая по значению, по поеданию ресурсов человеческих и финансовых, это было, конечно, сверхмощные лазеры. Такие, которые, как описаны в Аэлите у Алексея Толстого. Чтобы мы солнце добывали, что-то там сверлили. И мне, я совершенно благодаря Жене Версеневу, совершенно случайно оказался, там был такой у него знакомый человек, москвин. И он сам из Твери, учился в физико-техническом институте. И он занимался этими сверхмощными лазерами. И как только это дело развалилось, его тут же взяли из США. И он там поработал 3-4 года. А потом его тоже уволили, это направление закрыли. То есть у них как происходило? Мы держим это направление, потому что, дай Боже, может русские тоже чего-то придумают. И они его держат. После этого, чтобы точно убедиться, что русские ничего не придумали, берут отсюда всех научных сотрудников. Изучают, что они могут. Что они могут. Понимают, что они ничего не могут. И после этого их сохраняют статус. Он ездит где-то на яхте, советник президента США. Но насколько я понимаю, никакой позиции, ни в каком университете, ни в каком институте у него теперь нет. Ну, это же нормальный промышленный шпионаж. Ну, вот так оно получается. Они их берут, видят, что русские ничего не сделали. И это вот тоже распространенная вещь. А почему вы не занимаетесь вот такими-такими исследованиями? Ну, мы почему-то не занимаемся. А вот русские занимаются. И тут им тоже дают деньги. Они начинают этим чем-то заниматься и так далее, и так далее. А русские, на самом деле, ничем не занимаются. Они вообще ничем не занимаются. У них это... Реактор холодного ядерного синтеза делают ведерки на кухне. Просто берут. Но это тоже большое счастье для нас. Возвращаюсь к вопросу. Как-то кто-то занимается сейчас философией науки по-серьезному? Ну, кто-нибудь, наверное, занимается. Для меня последнее имя – это ларкатос. Ну, вот я не знаю. Наверное, мне придется заниматься. Ну, потому что больше некуда. У нас уже накопилось достаточно много. Да, потому что больше некуда. Тем более у нас сложилась сейчас замечательная ситуация, что, как бы, есть возможность заниматься и философией науки, снаружи, например, горячей, ядерного синтеза, одновременно находиться в качестве ученого внутри всего этого движения. Ну, как это мне сейчас выдается? Я же нахожусь внутри движения вот этого. В каком-то смысле? Внутри какого? Холубь у меня есть? Да, конечно. Вот. Нахожусь внутри… Движение, можно сказать? Движение вот этого. Не образе научно-испытателя, а популяризация – это же тоже… Нет. И почему? Я нахожусь в ситуации самой прямой в качестве физико-теоретика. А что? Какие результаты у тебя получили? Ну, какие результаты? Вот, например, ситуацию обратного туннельного эффекта, который мне был предложен. Помните, я с этим только начинал заниматься? И вот я тоже об этом сегодня хотел рассказывать, а на самом деле рассказывать, наверное, не буду, потому что вот появилось, может быть, год назад или полтора назад, я не думаю, что он знал обо мне хоть что-то. Значит, Цыганов Эдуард – это, значит, российский физик экстракласса, который занимался ускорительной физикой всевозможной. Он где-то МФТИ заканчивал в 50-х годах. То есть ему сейчас очень много лет уже, да? В 50-х годах. И он пытается воспроизвести эксперимент Флэшмана и Понса. И мы помним, чтобы нам слить два, скажем, два ядра Детерия, да? Два ядра Детерия, да? Два ядра Детерия. Да, два ядра Детерия. Каким другим желательно. Два ядра Детерия. Вот, чтобы их слить. Ну, это еще, наверное, слабее. Ну, все, тогда больше ничего не могу сказать. Все нормально. Но нам, у них есть некий кулоновский барьер, вероятность которого преодоление – это 10 минус 80. Представляете, как это сложно за счет туннельного эффекта. Это вот такова ситуация. И как его преодолеть? И вот, он с группой товарищей написал замечательного рода статью. Эта статья состоит в том, что, когда у нас оказывается Детерий закреплен в структуре исторической решетки, Паладья, скажем, то он с необходимостью вынужден перейти то ли в 3p, то ли в 4p состояние из 1s. Что это означает? Это состояние, оно выглядит вот так. Электронное облако – вот такая контейнка вытянутая. А по сравнению – не ядро. И в результате вот здесь эти электроны, вот это расстояние, ну, вот оно просто, вот они вот так вынуждены располагаться, да? Вот эти ядра, ну, в исторической решетке, вот они вынуждены. И эти ядра, значит, они оказываются, что… И, оказывается, таким образом электроны вот этот пулоновский барьер экранируют. То есть именно в 3p и в 4p состояние. Но этого, чтобы преодолеть, например, вот эту минус 80, недостаточно. Хотя где-то 55 они с этого справляются. А второе, то, что он говорит, это флуктуации ядерные. Мы помним опять эту идею. Она состоит в том, что у нас есть принцип неопределенности Гейзенберга. И это означает, что у нас ДППДХ должно там больше аж пополам. И это означает, что если мы в кристаллической решетке жестко зажали какое-то ядро или атом, то это означает, что у него неопределенность будет очень высокая. То есть он в этой самой штуке тогда начинает очень быстро бегать. И таким образом можно заработать еще порядка 23-25 порядков. И в результате в общей этой ситуации оказывается, что от 1080 они выбираются. И вот эта реакция оказывается возможна. То есть что Цыганову удалось сделать по большому счету? Ему удалось вот эту 109080 объяснить, как ее можно преодолеть. За счет того, что у нас в кристаллической решетке берут, зажимают, ну в палладе допустим, зажимают диетерий. Он переходит в 3P или 4P состояние. Вот такая вот эта штучка будет, которая за счет своего электронного облака начинает экранировать кулоновское толпе у него. Почему в этой состоянии не экранируется? Не экранируется, потому что у них вот такой кругляш. И вот там где-то наружу будет. А вот эта внутренняя область, она оказывается... Здесь, когда ядро сюда подходит, то оно здесь ничего не экранировалось, начинает расталкиваться. А в P он подлетает вплотную. А P это вот такая гантелька. То есть он как бы сбоку подлетает? Да, да, да. Ну как-то никуда. У него здесь две торчат. Там приходят, и вот здесь часть вот этого электронного облака экранирует, значит, вот это самое ядро, до самого это, значит, это вещи. Ну, вот вышла вот эта работа, я ее не писал, ее Сергей Дертьян сделал, это президент технологической академии Армении. За что он меня поставил любезно своих экспериментов в качестве соавтора туда. Хотя с тем, что он написал, по большому счету, я не согласен. Потому что мы помним эти эксперименты, которые обсуждали. У меня получалось, что из Менди за счет вот такого механизма можно получить цинк. Я этим объяснял в своих экспериментах старых, он, значит, аномальное выделение тепла. Но я почти убежден, что Цыганов о моем видео, старом рассказе, ничего не знает. Вот, ничего не знает к этому. Он называет это флуктуациями. Но, тем не менее, мы вот с этого начали работать, значит, какое-то время назад. И, используя вот еще вот такой механизм, я сказал, что этого недостаточно, удалось вот этот эффект объяснить. Ну, что я могу еще по этому поводу сказать из такого, из таких теплых слов? Значит, почему отсутствует излучение? Понятно, почему оно отсутствует. Потому что у нас электромагнитный вакуум, собственно, вакуум, заменяется на вакуум фановный. Просто берется тупо и заменяется. Это дефект неопределенность вакуума, точнее, ее определенность. Это дефект электродинамики общей. У него устроено все так, что мы отсчитываем наше возбужденное состояние, которое соответствует частицам, от некоторого вакуумного значения. Но это вакуумное значение, оно бесконечное. Вот всегда так. И мы его называем, а пусть оно будет конечным, и его как бы обрезаем и говорим, что мы будем изучать вот эту самую вещь. Но вот этот вакуум в данный момент можно точно так же заменить на фанонный вакуум. Вот на фанонный вакуум это можно и заменить. Вот такая вот самая ситуация. Такая вот ситуация. Это я порассказываю, что удалось, что не удалось сделать по большому счету. Значит, а чем еще Цыганов интересен? Потому что он просто берет и с математической точки зрения оценивает людей, которые в состоянии заниматься такой наукой. С одной стороны, это физики-ядерщики. Ну, много их. А с другой стороны, те, которые занимаются кристаллографией. Ну, их тоже много. Но два этих пересекающихся множества, они задают там 20-30 специалистов в мире. Всего-то. Потому что это занимаются разные люди. Чем он поставился? Что он получил государственную премию? Он хорошо еще пишет, можно его рассказ почитать в интернете. В свое время он задался вопросом, а можем мы протонные пучки кристаллом изменять. Ну, вот там летит у нас протонный пучок. У нас попадаются кристаллы. Мы тут его гнем немножко. И вон сюда. Притом гигалитронвольды там, по-моему. По 8-10, представляете, чудовищные сущности энергии. И они ухитрились это сделать. Тоже он работал в Америке, по-моему, в Бертвере. Предлагал такой эксперимент, и американцы отказались. Сказали, что это не может быть. Мы не можем быть кристаллом каким-то. Вот такие мощные, высокоэнергетические пучки их гнуть. Не можем. Значит... А у нас же все по России. Приехали в Дубну. У них там реактор, значит, стоит. Сарай недостроенный. И им попросили, значит... Бросили пучок с... Откуда там? С ускорителя от этого... Гигапротонные. Через волновод отвели в этот в их сарай. То есть это, представляете... Туалетную бумагу начали произвести в 69-м году. А начали в 80-е годы. Вот запросто пришли в недостроенный сарай, и мы отвезли протонный пучок с ускорителя. Гигаэлектронвольтный. Так это было одно из преимуществ советской науки. Да. Понимаешь, можно было пойти там этажом ниже, или в соседний дом, поговорить с приятелем, и ты получаешь данным то, что в Штатах это очень сложно. Да, да. И ему это было невозможно. Это было запрещено в Штатах, потому что считали, что это невозможно. А ему это удалось. И они там отверткой этот кристалл гнули, через который они ляли. И реально у них протоны эти отклонялись. Что сам по себе результат грандиозный. Он правильно за это получил государственную премию-то. Результат-то грандиозный, потому что понять, что какой силы и эффективности у тебя существуют в кристалле местные поля, чтобы гигаэлектронные пучки протонов гнуть. То есть на протяжении там кристалла в пол в один сантиметр. Это же сумасшедшие вещи. Это же... А у него энергия порядка единицы массы по энергии равна масса скорости света в квадрате. Всем напоминаю, что одна единица это гигаэлектрон-вольт. Вот. Такова вот эта ситуация. И вот человеку это удалось сделать. Сейчас лет ему скорее много, но вот они... Это наука или не наука. Ну вот наука или не наука. Это наука или не наука? Объяснение существует, вот оно. Цыганула наука. Наука. А чего излучение отсутствует? Эти мои слова про то, что один вакуум, фотонный вакуум надо заменять на фаноны, они являются наукой или не являются? Мне совершенно непонятно эти слова. Как они фотон и вакуум на фаноны? Что-то я не очень понимаю. Вещи какие-то совершенно разные. Ну у тебя любая теория поля, она осознана тем, что у тебя есть некие возбуждения над вакуумом. Ну да. У тебя вакуум. Например, у квантовой электродинамики у тебя простая ситуация взаимодействия с физических двух зарядов заряженных нерешаема в конечном случае. Есть некоторые слова, что все эти штуки, они там вакууме учтены. Вакууме учтены. Точно так же любое поле. Для электронов, позитронов свой вакуум, да? Для пимизонов свой вакуум. Для них для всех свой вакуум. Спрашиваются вопросы в этой задачке. Вакуум какой? Вот в нашей задачке в кристалле. Какой? Ну фанонный, я думаю, все-таки. В смысле, тепловой? Ну да, фанонный, потом мы говорим, тепловые возбуждения кристаллов. Фанонный, потому что кристалл. У нас классическая механика, она вычисляет все значения с точностью дативной величины. Ты всегда энергию можешь считать от какого угодно уровня. Точностью дативной величины. Квантовая электродинамика вычисляет все значения с точностью до бесконечности. Мне всегда значение вакуума равно бесконечности. Вот так оно устроено. Это вот ее... Это на самом деле не бесконечности там. Я же говорил, что это же вопрос в том, в какой момент мы объявим наши классические функции операторами. И мы просто говорим, что надо, что всегда в кванто-механических выражениях, в кванто-электродинамических выражениях, должно иметь место нормального упорядочения операторов. Все. И что? Ну и поэтому это бесконечности, это условная бесконечности. Она не имеет никакого отношения к расходимостям квантовой технологии. Ну она условная. Тем не менее, эта бесконечность есть. Ты берешь эту бесконечность и обрезаешь ручками. Без каких-либо объяснений. Просто берешь ручками и обрезаешь. Говорят, ну нет здесь бесконечности. А теперь давайте подумаем, что здесь бесконечности нет. Давайте вот с уровня назовем нулем, хотя на самом деле это уровень равен бесконечности. И начнем все с этого. Я говорю, если бы мы сначала при выводе выражения для гамильтониана квантовой электродинамики, мы бы сначала вставили там оператор А плюс слева, А минус справа, да? И только после этого объявили бы их операторами. Не-не, это не вопрос математики. Это не вопрос математики. Это вопрос того, что у тебя, когда есть какие-то колебания в квантовой механике, то у тебя всегда есть энергия нулевых колебаний. Это физический вопрос. Когда ты их суммируешь по бесконечности все эти колебания, то получается, что бесконечная кольщинаек. В вакууме свободных полей там никаких колебаний быть не может. В вакуум свободных полей, это же, там нет никаких колебаний. Ну, квантовые механики у тебя всегда, когда что-то колеблется, что-то у тебя всегда есть некая энергия нулевых колебаний. Всегда есть. В данном случае здесь ничего не колеблется. Вакуум свободного поля это просто пустота. Там нечему колебаться. Тем не менее С физической точки зрения Если у тебя хоть что-то там начнет колебаться А у тебя есть некоторые возбуждения То значит у тебя есть Некая энергия нулевая У тебя даже ничего не колеблется Как будто считается в квантовой механике У тебя всегда есть В квантовой механике у тебя всегда энергия Нулевого уровня Она всегда отлично от нуля Она не измеряется точностью до длительной величины. И когда ты начинаешь с ней работать с электродинамической точки зрения, у тебя оказывается, что вся эта энергия, суммируемая по бесконечному пространству, становится бесконечной. Ну это ладно, это вот этот рассказ. Я об этом просто не планировал рассказывать, но на самом деле рассказал. Пройдется на эту ссылку, ссылку к видео прикрыть. Вот это самая ситуация. То есть вот есть определение, а в чем здесь недостаток главный? А потому что вот такую картинку он объясняет. А ситуацию Росси он не объясняет в эти рассуждения. Почему? Потому что Росси в ситуации это протий. То есть и никель. Что бы ты с протием ни делал, ты из него никаким образом не получишь ни третий, ничего либо еще. Потому что на сегодняшний день протон считается абсолютно устойчивой частицей. Он не преобразуется ни во что виноват. А из двух протонов ты не можешь собрать устойчивое ядро. Оно тут же у тебя развалится. Но такого не бывает, чтобы оно было. Тогда надо объяснить, почему вдруг один протон превратился в нитро. Вот такие вот вещи. Вот все вот эти вещи. И оно не работает. Поэтому это объяснение, оно работает только в одном случае. Вот для данного эксперимента оно работает, в остальных не работает. Ну просто говорю, что очень интересно посмотреть мне вот с этой точки зрения. То есть я начал с этих исследований, вот с того, что я придумал такую штуку. Мне казалось, что я ее сам придумал. Называется «Обратный туннельный эффект». На основании альфа-распада работы гамма. Ну вот взял вот такую штуку, сделал. И вот она называется квантовыми фруктуациями. И господа, которые продвинулись в решении этой задачи, дальше. И вот эту вещь вполне использую. Конечно, не зная обо мне ничего, боюсь, не думая, что. Ну а может и знали, в интернете набрали. Просто кто раньше это сделал? Ну у них позже работа вышла. Но они просто на интернете висит без названия. Как этим образом. Без названия. Ну это же не важно. Наука-то где? Наука нигде. Нигде. Ну и какой логический вывод вашего сообщения можно услышать? Всего? Значит, логический вывод, что складывается такое впечатление, что мы работаем с некими устойчивыми научными конгломератами. Со своими программами исследований, а непонятно чего. Для которых научная деятельность является в первую очередь способом кормления. Не только финансового, но и социального. То есть и социальный статус на этом сделан. И по всей видимости идея холодного ядерного синтеза ей здесь не повезло. Она вступила в противоречие с подобного рода конгломератом. С одной стороны. С другой стороны мы знаем два последних примера. связаны, когда интересы определенного рода конгломерата задействованы на определенного рода эффекты. И малейшее перышко превращается тут же в лавину. И он превозносит до невозможности. Но это бозон Хиггса. Когда его ждали, ждали. Не находится, не находится. Потом нашли какой-то бозон, который резонанс. То есть мгновенно распадается. Фактически. И объявили этот бозон, бозон Хиггса. И тут же ему дали новинскую премию. А ситуацию закрыли. А второе это связано с обнаружением гравитационных волн. Эксперимент. Он тоже существовал не одно десятилетие. Эти установки строили под миллиард американские. Представляли из себя два интерферометра. Которые были разнесены, по-моему, на 3000 километров. И не давали никакого результата. Например, потом появился российский физик. Написал специальную программу. И начал эти результаты обрабатывать. И вот когда-то, где-то, достаточно давно, ему удалось обнаружить, что между ними есть корреляция какая-то в колебании. И это тут же опять было произнесено. Об этом написали все. Кто об этом только не написал. Люди сказали, что общая теория относительности подтверждена. Люди сказали, что сейчас физика вступила в новый век. Что на самом деле, где-то там удалось обнаружить, черные дыры между собой сливаются. В 50 раз тяжелее масса солнца. И об этом было опубликовано. Почему? Потому что вот эта самая перышко, оно оказалось в пользу этих, определенного рода научного конгломерата. То есть, есть люди, которые, карьера и кормление которых зависит от общей теории относительности. А для общей теории относительности. То, что ты сказал бы сейчас, это лорокатус. Да. Берется научная программа. Вот, кстати, и считается, что философия науки, да? Но на самом деле, человек просто подведел, описал жизнь. Об этом бы мог сказать любой человек, который работает в реальной науке, да? То же самое. Что так оно и есть. Да, это очень интересно. Это тоже сделано у Стругацких Воз, вытягощенных злобом. Вспомним там ситуацию. Человек что-то себе придумал астрофизическую теорию, она не подтверждается. И он пошел к Иисусу Христу, он же Демилку, он же Иисус Христос, и подвал свою душу за то, чтобы его эта астрофизическая теория подтверждала. Ну, она и подтвердилась. Ну, ему так, на тот момент он стал работать у Сатаны, он же Иисуса Христос, с секретарем, и ему стало не для этого, как бы, да, вот этот рассказ из Стругацких. Но, тем не менее, так, вот если говорить вот такую локатовскую картину, то получается, что любая хрень может объявить себя наукой и за эту ситуацию держаться. Должны же, она же должна следовать хоть каким-то действиям. Ведь, например, у сторонников горячего термояда, ну, у некоторых же у них все очень неплохо с образованием было, с физическим. Они много чего здесь сделали попутно, между прочим. Может, кстати, поэтому и миористер Боярд настолько укоренен, что люди, которые этим занимаются, учились и образовывались в определенной парадигме настолько, что они просто другую принять в принципе не могут. Да, вот они, так сказать, там кормятся, или что там. Просто они в принципе возбивались. Нет, я-то как раз думаю, что... В определенной научной школе вам приглашали сегостенели, да? Велихов в 70-х годах уже представлял себе, что это невозможно. И потом он уже совершенно сознательно занимался мистификацией Политбюро и ЦК КПСС, а позже уже поздних людей. То есть вполне сознательно он этим занимался. Это смысл для руководства страны тратить деньги на то, что не работает. А как ты это будешь делать? Вот ты, представь себе, тебе надо дать деньги на какого-то рода исследования. Почему надо дать? Обязательно нужно дать на что-то? Можно не давать как в современной России. Тогда можно ни на что не давать. Ну, я же говорю, что... Но у тебя не любая... Все-таки проблема не в том, что они злодомеренно, так сказать, задавливают холодный термоядок. я же говорю еще раз, они воспитывались научную школу определенную, определенные взгляды научные воспитывали и так далее, и так далее, которые не позволяют им, в принципе, принять другую точку зрения. И они не видят просто... Холодный термоядок кто-то объяснить не может, что не может. И сами по себе эксперименты это еще не доказано, по большому счету. Где-то там, кто-то там, где-то в подвале что-то сделал. Да почему? Где подтверждение того, что это сделано? Где-то на открытии где-то большие научные эти замки подтверждены симпозиумы, все что угодно. Все это есть, да. Все это есть, да. Если этого нет, это все есть. Здесь можно у тебя в горшке он покопаться. Это все есть. Написать, написать, что вот я тут открыл вечный двигатель. Нет, это все есть. Ты просто опоздал-опоздал к началу, поэтому ты говоришь, что... Даже фортов это сделали. Я уже слышал, что сделали, сделали что? Повторили эксперимент. Где? Флешмана Понца. Где, где, так сказать, четкая методика? Там она изложена, в статьях она изложена. А распределение этого самого? И ты хочешь понять, что никто в это не верит? Да, она изложена в статьях, да, того же Фортова. Она изложена полностью. И методика убедительности, и группа экспериментаторов у них сделана. Та же конференция в Дубне, которая была, по-моему, в 90-м году. Там десятки таких. У каждого статья, к сожалению, у меня материалы, они такие галые, читается все плохо, потому что расплывается к серксам субборным материалом. Тоже здесь десятки. Вот та же research group Toyota, ее издаются в статьи, вот сегодня об Индусской это говорил, в институте, в журнале ядерной физики собраны все ссылки на эти статьи, в том числе вот этот обзор, который мы опилируем. То есть, забраться декая критическая масса этих экспериментов, которые сильно подвержены, да, что-то здесь есть. Пока это масса не набралось, значит, будете ехать и ждать. Ну вот, это значит, ситуация, она... Да, я тоже думаю, что нет никакой критической. Что можно любое количество таких экспериментов благополучно отбивать. Про психологию. Чисто вот отбивать, брать и отбивать. Телекинез. Кто только телекинезом не занимался, сколько там подтверждений? Ну, не знаю, как я телекинезом. Не готов сказать, что там есть подтверждения. Не готов сказать, что там что-то есть. Но, тем не менее, вот она, это значит ситуация. То есть, у тебя, когда получается чисто локатовская картина, да, то есть, когда у тебя есть некоторая группировка, которая каким-то образом захватила звание экспертов в каком-то обществе, ну, в американском, скажем, то она может отбивать вообще все что угодно, все попытки, с одной стороны. А с другой стороны, вот легкая перышка, какой-то странный эксперимент, там, через 10 лет обработанный на компьютере, по непонятной методике и так далее, в одном единственном экземпляре, она может превозносить до небес. Опять-таки, ты говоришь про американцев. У американцев есть агентство DARPA, которое дает деньги на исследование, ну, извините меня, но никак не не в том, 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 как ты говоришь. Они ставят задачу, там, не знаю, какую-то, и все, вскоре, кто что принесет, и их не волнует, там, кто там, с кем борется, кто там практик, принес, пожалуйста, отвратите деньги. Ну, Ну, задача, направление задачи ставится, не в бухты барахта же. Бог, в бухты барахта, все что угодно. что вы, ну, адресство DARPA, есть только американская агента финансирует исследования по всех областях я не смотрю на то что это известный ты неизвестный ученый совет решение ты принес результат и никого не волнует как это сделать доказал это деньги на дальнейшем что борьбы этих самых и никакого зажимания нет на самом деле почему нет борьбы была есть и будет потому что если бы это было так что ты очень любишь великую подцивилизованную даже космическая область извините меня в америке уже не пять компаний посылают космос ракеты свои собственные от россии это не только государство может это делать и то с постоянными геморроями сказать сказать что хочешь ракетами то что хочешь сказать я хочу сказать что никакого заживания на самом деле нет если бы это было то что ты говоришь а если бы какой-то результат деньги по крайней мере в американском обществе деньги уже выделили эти исследования и полный ход до конечного карту хранить хороший аргумент потому что здесь есть и честно и честно научные в америке очень очень распространены и они очень заинтересованы в том что вы имеете ввиду частное финансирование частные институты и они везде есть финансирование финансирование искать не государственные не по государственной линии от государства а от компаний там миллиардеров даже ракетная отрасль сейчас сша как-то на полосы тогда насколько я понял ситуацию в устройстве заключается в том что он не хочет делать сюда ну да ну просто не хочет отдавать бесплатно ты приходишь в американский институт вот я допустим у меня был такой случай значит я приехал в бостон и я как бы в геномном центре должен был работать при MIT а потом оказывается что этот геномный центр у меня только при MIT а еще в это очень известная частная научно-сельский институт ну казалось бы формальность зайти и там что-то должен запознить чтобы мне денежки там платили и прочее вот такую вот такую столку бомбок привели в отдельную комнату пожалуйста оформить а я приехал на месяц я читаю в общем все все их закончилось но там очень серьезно если ты приходишь подписываешь бумажки что все их ну вот сейчас три штуки пола только что да потому что ему гораздо а вот и мы это говорят почему ты не говоришь кому ты подал может и к себе подал вот такой есть такой аргумент но у нас какую целью он продал с промышленной чтобы люди занимались отоплением да то есть речь идет о помышленной мегаваттной установки с того начал да нет это вначале я же об этом я же об этом самого начала сказал что человек уже получил с этого дела с дардена он уже получил сначала полтора потом 10 миллионов сейчас он судится по поводу 88 с половиной потому что по результатам годового годичного теста если это подтвердится то он должен значит получить и вот эти с ним встающие деньги после этого они начинают эти установки производить в основ китая продавая всему миру с них в россии должен иметь пять процентов до той поры пока его сумма не превысит миллиард долларов я просто повторяю заново для опоздавших с этого начинал наша вся первая часть этому была в результате чего за чего у нас возник конфликт опять раз повторю конфликт возник из того что независимый эксперт который там был который сейчас опять противники называют другом росси потому что он тоже итальянец он говорит что у них в течение года было кпд от 6 а в некоторые моменты 50 раз превосходил то есть на затраченную электроэнергию производить тепла в 6 раз как и положено по этому договору таким образом говорит россия то есть его леонардо корпорации его значит должны заплатить эти 88 с половиной миллионов долларов компания дарган индустриальное тепло вот такова эта ситуация те в свою очередь отказались это платить написали релиз что установка не поддерживает необходимых параметров то есть они не выдержат и сейчас будут судиться по этому поводу в чем интерес как раз россии не то потому что это один отдельный эксперимент такие установки там мощностью ватт 100 ватт их много у кого существует тех же штатов каждый год например в этом году кстати не было в массачусетском университете по моему маккобаре они делают специальный курс по этому поводу и установки такие там демонстрируются холодного термояда это все нормально вот такова такова там ситуация но помышленная установка с высоким кпд она есть только в оси потому что установки основаны на эффекте флешмена понса и установлена других эффектов ну вот например дитерирование титана или чем-нибудь еще они кажутся на сегодняшний день промышленные не перспективны ну хотя все может измениться потому что количество тепла количество реакции там слабая они существа не важно сам факт того что холодный термояд возможен дальше повышение его коэффициента ну да а оси что удалось сделать оси удалось да нет оси удалось это дело сделать ему удалось на этом основании сделать на основании экспериментов а карди а пока не был деканом естественно научного факультета старейшего университета мира болонни и пиацони и фокарди этот эффект следует удалось заложив собственный дом и проведя там 20 лет экспериментов сделать промышленную установку мегаваттную и эту мегаваттную установка дорабатывается и работа становится стабильной сейчас стало уже совсем стабильным и вот он сейчас и предлагают их продавать ну вот они с дарденом подписали подобного рода договор по которому он хочет получить сумме около миллиарда долларов ну вот поэтому полностью информация вся по россии она закрыта как только было сказано что алюминий гидрид там работает не просто дитэй подается в эту трубку под давлением а он там самом начале находится в форме алюминий гидрида и эти эксперименты были проведены народ это понял нашел свой алюминий гидрид и эти эксперименты россии повторили в том числе на кухне у пархомова в том числе и в подвале в мгу на протоке на протоке в большом замечательно осуществленном оснащенном научном центре в университете каком-то китайском ну вот то есть ему удалось отстать от пархомова с его кухней всего лишь на полгода при всех его финансовых возможностях этих исследовательских каких-либо еще их удалось достаточно много сделать то есть тот вот старый эксперимент в фокарде связанный с никелем который был здесь на восемьдесятых девяностых годах удалось превратить судя по всему в промышленную технологию не очень эффективную о чем там будет идти речь арбитраж как там будет происходить этому как бы никто не знает но позиция россии она просто я она состоит в том чтобы эту технологию если она не существует действительно она ни в коем случае нет не отдавать я считаю что она существует потому что как только были расслышаны данные про алюминия гидрит лития сразу же удалось людям в большом количестве эти реплики установить просто пархомов взял у своих знакомых это у нас замечательно удалось где-то накопать алюминий гидрит и на кухне это в ведерке это дело сделать просто брали воду испаряли вот такова вот значит значит это наша 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 ситуация чем этот пример интересен тем что интересом физического лица обладающего достаточно слабой поддержкой но поддержка ну как ее можно сказать слабая она с одной стороны слабая с другой стороны не слабая потому что его постоянный автор факарде все-таки декан самого авторитетного и главного университета европа самого старейшего достаточно вспомнить знаменитую баллонскую систему у нас по себе место внедеряем вот таковая ситуация там исследования эти продолжались ему не имея государственной безусловно поддержки удалось это дело довести до конца то есть сделать это единственную кому промышленную установку почему ему удалось это сделать а в 20 лет он был мировым рекордсменом по суточному бегу ему когда 20 лет было роси бегаешь по стадиону ровно сутки и устанавливаешь рекорд ему 20 лет в конце 60-х годов удалось это установить такой рекорд то есть человек обладает выдающимися способностями по преодолению таких трудностей беги на беги на дальнейшую дистанцию хотя он сам говорит что когда он об этом первый услышал пытался воспроизвести эксперимент факарде это ему не удалось но при инсоне факарде а факарде он умер его тоже обвиняют а как так получилось чтобы рано сырую в одиннадцатом году а ему объясняется тем что он хотел чтобы при этом триумфе как бы присутствовал факарде потому что было интересно что он умрет он два года назад умер и он вот при этом присутствовал вот и это речь идет о промышленном недостаток у нас состоит в следующем что в общем-то все зациклены на росе и поэтому его проблемы с патентным правом за всем остальным вещам привлекают ситуацию какого-то рода космических проблем он с этими правами с патентами может в этой самой америке ковыряться еще много очень долго ну что у нас все станет что ли из-за этого в роли с другой стороны от пархомова все у него есть какой-то инвестор и сейчас стоит тишина стоит тишина связано то есть чужой по всему человек тоже работает и главная проблема что у них эта трубка перегорала я здесь тоже опять отметился слегка потому что они сказали что вот двое суток или трое суток у них трубка работает и изотопного но и потом мерили изотопный состав изотопный состав никеля не происходит изменений потому что в 30 дней там происходило в россии здесь не происходило ну что появились такие такие новые новые изотопы я на это дело посмотрел и химические элементы говорю так ребята все очень просто у вас произошло у вас алюминия гидрид у вас там всегда есть вода он гидрофобий очень у вас просто трубка взяла перегорела она перегорает почему просто перегорела ну перегорела пристар от этого там накучена взяла перестала alto это означает что у вас вот эта термическая трубка была проедена, или она просто сгорела, и кусочки вот этой самой спирали, они попали вам в этот самый порошок, который вы анализировали. И вы посмотрите, у вас спираль была не из хрома, а из фенхеля, то есть нагревательный элемент на основании никеля, как обычно бывает, а из на основании железа, фенхель, каким-то образом. Вот посмотрите, судя по всему, у вас вот эти элементы этого фенхеля, то есть вот этой самой спирали, попали в этот самый порошок, вы померили и получили эти новые вещества, которых не было. Так вы померили не изменение затопного состава, а вы намерили просто следы вашей спирали, которая там оказалась. И кто-то мне уже написал после этого, ну да, он спросил у Пархомова, а Пархомов говорит, да, у него там сильно фенхель был. Вот такова ситуация. Это тоже очень важно, эти вещи и следить, потому что к ситуации с холодного ядерного синтеза есть мощная противоросащая группировка, и нельзя допускать таких ошибок. Ни в коем случае. Это элементарные ошибки, которые даже, не знаю, не как крупные научные сотрудники такого не могут допустить. Что-то перегорело, они об этом не знали и мерили. Нет, они знали, они знали, что перегорел. И ты мне говоришь о том, и ты говоришь, что эти самые эксперименты подтверждены, если они делаются на таком уровне, то это гараж, который никому не нужен. Гараж-гараж. Это реально гараж. Как можно этому верить, если они получают там непонятно что? Это реально гараж, но там тебе, это не интересно, тебе интересно аномальное выделение тепла, что там с изотопами. Поэтому очень важно, если удалось получить какие-то мелочи, какие-то копеечку, какое-то на это дело было. К тому же по экспериментам Цветкова. Что надо в первую очередь там сделать? Взять в Титане, померить третий. Появился там третий? Не появился. Это первое. Второе. Посмотрите изотопный состав Титана. Это тоже то, что принципиально важно. Это обычная технологическая ситуация, но на это даже сейчас нет денег. Даже вот на такие простые вещи. В чем здесь проблема нового направления в науке? То, что хорошие результаты можно получать очень небольшими средствами. Там и разные вещи есть. Вот такими небольшими, это крохотными, но вообще без финансирования, без какого-то, вот это направление существовать не может. Ну, совсем можно, без копейки. В чем, вот я постоянно говорю, в чем коррупция является обязательным условием настоящей науки, то есть научных революций. Почему? Потому что у тебя именно, если человек занимается чем-то, 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 почему он пишет отчеты и обо всем этом знает, он должен иметь возможность параллельно тихонечко делать что-то свое такое, подпольное, тайное. Поэтому эти какие-то части ресурсов должны обязательно оттуда вытекать. Потому что не будь вот этой самой инфраструктуры, Пахомов бы такой определенный, он так не получил бы к себе алюминий, гидрит, лития. А так он откуда-то его получил, взял и померял после этого температуру. А потом выяснилось, что не каждая, вот грушная группа, что не каждый изготовленный алюминий, гидрит, лития, ну и там разный состав, разные зерна, он подходит. Некоторые подходят, другие не подходят. Вот, такова вот эта самая ситуация. Обязательно, поэтому наука, в науке важно, конечно, сбороться с коррупцией, но она всегда должна быть дырявой. То есть вот эта самая замечательная ситуация, когда Цыганов мог биться головой об американскую систему, говорит, ну вот я сказал, я предсказываю, что здесь сейчас мы можем пучки протонов гнуть и кристаллами. Можем. Я ему говорю, ну это невозможно, это невозможно, это невозможно, это невозможно, это не может быть никогда. Почему не может быть? Потому что это не может быть никогда. Может быть там подходил не то, что может никогда, просто это не нужно, мы этим заниматься не можем. Ну ладно, ладно. Вот именно не нужно, потому что у людей своя программа. Да, да. Ведь какая основная проблема научного сотрудника? Чтобы он знал, чем заниматься. На самом деле, не все знают, и они понимают, что вот это очень важно. Вот говорят, ох, сел на тему, мне до пенсии хватит теперь. Понимаешь, да? Вот это, особенно на Западе, это очень важно. Вот ты работаешь над грантом, но одновременно, то есть как бы с некоторой задержкой. А здесь у Цыганова получилось, что взяли и дали ему в сарай туда зимой. Взяли ему этот пучок и кинули протонный, отогнули. Это преимущество советской науки, обалденное преимущество. То есть, так они поговорили с этим, а он померил, и отверткой там гнули. Вот тоже. Как вы себе противоречит, получается? Вот вы привели пример с открытием этого самого в биофизике. То есть, только через 20 лет... В биологии. В биологии. В биологии, в биофизике. Через 20 лет, так сказать, подошли технологически к тому, что, в принципе, даже если бы она не открыла это 20 лет назад, то это открыли бы через 20 лет. Но уже, так сказать, на другом уровне. То же самое здесь. Зачем нам сейчас будут эти пучки, если мы через 10 лет подойдем к тому, что эти пучки нам просто будем гнуть не потому, что, так сказать, кто-то где-то в подвале вдруг озарезал, а мы их будем гнуть, потому что это будет осмысленно, необходимо и встроено. Да, и в нулевых годах, кстати, в Цернии вот эксперимент подтвердили на своих ускорителях. Тоже начали фокусировать протонные пучки. Это естественный эксперимент для чего-то нужный. Пока ни для чего, он где никому не нужен. А через 10 лет загибание этих пучков будет встроено в определенную структуру, в определенную необходимость, в определенную программу. То есть она была естественной. Я к тому, что... Нет, нет. Это наука, наука, не наука. То есть человек что-то придумал случайно, не знаю, как в биологии, как где-то еще, не знаю, опрокинул просто мензурку и вдруг из того не сего получил пенициллин. Казалось бы, так сказать, случайно. Едут науки, не было науки. Раньше в лабораториях... А тот же пенициллин, там, в 20 лет, открыли бы просто естественным образом. Почему Барбара-то Маклин, так это же была более-менее нормальная ситуация для того времени. Вот в то время, в мое время, в лабораториях всегда был один-два, понимаешь, да? Вот в среднем минимум один-два, понимаешь, да, которые сидели и что-то делали. Ну, это была нормальная ситуация. Я так... Вот сейчас такого нет. Я не знаю. Это, к сожалению, такого нет. Ну, а правило, так прорыв и получается в науке, по большому счету. То есть есть какая-то программа, там, тоже, где-то там термояд, горячий, где-то, так сказать, ее там копают, 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 копают. Какой-нибудь сумасшедший, который сидит где-нибудь там, сильно в гараже, случайно, так сказать, что-то откопал, не вписывающийся. Ну и теперь этот факт, он начинает в других местах другие сумасшедшие. Ну, не в гараже. И в конце концов... Флэшман крупнейший. Ну, это неважно, где гараж это... Электрохимик Британии. Но крупнейший, крупнейший нету. От того, что это сделано было на гаражном уровне. Вот, поэтому ничего не хватностный свет. То есть, как бы тут есть прорывы того же прогресса и так далее. Тут те же компьютеры, да? То есть, извините меня, сидели со вскотами в гараже. Нет, нет, ну, так общий вывод-то давайте загребляем. А в итоге через несколько лет, через десятков лет, это просто стало обыденным, как хлеб. Компьютеры в гараже не создавали. Общий вывод. Почему вы сейчас... Потому что наука такая же, как и жизнь. Да, да, она такая же, как жизнь. Да, вот такие ранние представления о науке, что она для идеалистов, и самое главное, что природа-то всегда накажет и проверит, она вот не совсем. Ну, конечно, природа-то накажет и проверит. Но, тем не менее, вот, например, есть громадное направление, связанное с общей теорией относительности, которая экспериментальных фактов не имеет никаких подтверждений. Она не имеет один-единственный, это смещение перигелия Меркурия, которое еще объясняется тремя десятками других теорий. Тем не менее, она основа... Ну, я понимаю, что ты достаточно уверен уже открытие гравитационного пола? Ну, где же оно? Я думаю, что подсердят он. Где же оно? Это просто очень... Где-нибудь мышка-нарушка бежала посередине ровно между двумя этими установками и уронила орешек. Вот это тебе и гравитационный пола. Если бы ходить с точки зрения, так сказать, Чернова и остальных, которые в гараже работают, это да. Но я не думаю, что эксперимент был... Нет, Чернов и другие работали в лабораториях Томского университета. Хотя вот сейчас, я не знаю, сколько в СМИ, так сказать, там, буквально вчера или позачера, о том, что от большой адвокат коллабия произошел бой из-за того, что какой-то хорек залез куда-то... Ну ладно, нет, это не о том речи. Я, значит, хочу заметить, что очень важная вещь, что действительно физика застоялась. Последняя фундаментальная теория была создана в 1923-1925 году, это квантовая механика, что это уже больше 90 лет назад. Вполне возможно, что генреакции, то есть реакции холодно-ядерного синтеза, холодных ядерных превращений, могут выступить в качестве некоторого тарана, который вот эту самую ситуацию застоя разрушит. И мы увидим прогресс, финансирование интерес к различным частям, направлениям другой физики. И вполне возможно, что я, например, планирую дожить до новой научно-физической революции, которая ровно аналогично такой, предыдущей, которой я опоздал, то есть которая была в начале 20 века. Все, спасибо. Не успел, точнее. Да. Ну, конечно, получится. Спасибо. 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 Спасибо.